Добрый день! Я рада вас всех приветствовать на очередном нашем семинаре от имени всего Координационного Центра образования и интересов к устойчивому развитию. И, условно, сегодня именно об образовании и интересов к устойчивому развитию и пойдет наш разговор. Вы все знаете, что эта тематика очень актуальна, эта тема включена в список и в содержание курса по педагогике. То есть наши студенты уже с первого года обучения говорят и о цели устойчивого развития, и об образовании и интересов к устойчивому развитию. Естественно, что и нам надо каким-то образом перетрансформировать нашу деятельность, то есть, например, рефрейм провести с учетом всех этих требований. Поэтому сегодня мы с вами как раз и поговорим о том, что стоит за вот этим словосочетанием учить к интересам устойчивого развития, причем мы будем учиться в контексте всех наших универсальных компетенций. Я постараюсь на примере различных приемов и активностей продемонстрировать вам перечень, скажем, надпредметно, понимая, что мы все специалисты разных специальностей, поэтому урок, который мы будем с вами организировать, я вообще делаю для начальной школы. Но он далеко не так прост, как может представить себе на первый взгляд. Поэтому начинаем работу. Катюша, вперед! Прежде всего, у меня вопрос следующий. Про то, что такое цели, то, что такое устойчивое развитие. Вы все знаете, внимание особое, мы их обращать на это не будем, но у меня вопрос к вам начальный. Как вы думаете, когда впервые вообще это словосочетание устойчивого развития, с точки зрения истории, да, появилось на ваш взгляд? Вот когда широко заговорили об устойчивом развитии, так, громко, и когда впервые это упоминание? Устойчиво заговорили в начале этого с первого века. Так, был владел. А еще идей вообще изначально. Я вот видите, фотографию я выставила, не по-моему, на 17-й век. Вот впервые, согласно всех исторических документов, это словосочетание устойчивое развитие было упомянуто немецким промышленником Гансом Харлотом Харлилсом, который впервые заговорил о том, что вот период все-таки индустриальной революции, он приведет к тому, то есть, да, прогнозировал человек, что когда-то эти ресурсы могут закончиться, и для того, чтобы что-то оставить после себя в будущем поколении, мы должны разумно эти ресурсы использовать. Вот в 17-м веке была, так скажем, такая отправная точка развития данной идеи, данной концепции. После войны, в 60-е, 70-е годы, благодаря такому явлению социальному, как римский клуб, я думаю, слышали, да, великие люди, светилы, философы, сильные мира сего объединились вместе для того, чтобы задуматься, опять-таки, о правильных посылах развития и будущего. Вот к этому понятию вернулись. И в 72-м году Римский фрук опубликовал первый доклад, который назывался «Пределы роста», где впервые это понятие глубоко, детально было прописано. В 83-м году была создана Международная комиссия ООН по окружающей среде развития, и уже через 4 года эта комиссия представила новый доклад, такой очень емкий, наше общее будущее, в котором впервые появилась очень интересная фраза. Мы должны думать, обучать и воспитывать внукопригодное поколение. Вот я всегда студентам на лекции, посвященном уступов, вот именно ООН, задаю вопрос, что вообще, на ваш взгляд, что имеется в виду? Внукопригодное поколение – это кто? Варианты, конечно, разные. Вот не будем мы тратить время на эти идеи и предположения, но подразумевалось именно в контексте этого документа воспитание и обучение детей после деятельности и жизни которых что-то останется еще и нашим внуком, понимаете? То есть, людей с личной ответственностью, высоким уровнем. Хоть уже дальше. Впервые очень громко прообразование в интересах устойчивого развития была озвучена в Декларации по окружающей среде развития на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 92-м году. Вот в прошлом году здесь, в контексте 30-летия этого события, мы проводили республиканскую такую конференцию с международным участием, посвященную образованию в интересах будущего, она называлась. И вот там Александр Иванович очень детально анализировал все документы и вообще вот этот разрез, как бы становление этого понятия. То есть 30 лет эта концепция, она уже существует. Другой разговор, что абсолютно правильно, только в начале 21-го века мы об этом заговорили вслух, я бы так сказала. Ибо в 2000-м году появилось первый документ, в котором было представлено всего лишь 8 целей в начале. Вот они на экране. Если мы с вами проанализируем, то по сути дела улучшение материнства, борьба с инфекционными заболеваниями, сокращение детской смертности, это все непосредственно связано вообще с тем, что сегодня называется «ФУ-3» или «Хорошее здоровье и доброполучие». Остальные цели 4, они, как бы, немного разведлены, но тем не менее именно эти 8 легли в основу новых 17, которые были приняты в 2015-м году. То есть в 2015-м году, 25-го сентября, в Генеральной Ассамблее ООН, где собрались два, в 193 государства, в том числе и президент нашей страны, был подписан документ, который назывался «Поездка 20-3». Ну, он так в народе называется, так гораздо более длинное название имеет. Вот там, в первых, вырубили представлено 17 целей устойчивого развития. И именно там озвучена была очень важная и нужная для нас, так скажем, такой тезис, что достижение всех этих 17 целей невозможны, прежде всего, без одной, без качественного образования. Потому что мы понимаем, что ни об альтернативных источниках энергии, ни о инновациях, индустриализации и развитии инфраструктуры, ни об экологических нотенциях, это вообще, в принципе, говорить не приходится, если у нас недостаточно развития человеческих капиталов. Поэтому образование в интерес к устойчивому развитию включено на сегодняшний день, вот именно, проходите, пожалуйста, в том понимании, которое представлено на экране, присаживайтесь. Я не буду зачитывать этот большой термин, но вы видите, да, это определение перед глазами. Вот именно это понятие включено во все основные документы, а представлены они прежде всего в документах ЮНЕСКО. Потому что именно это агентство, ООН, оно занимается непосредственно продвижением паулов и развитием этой тенденции во всех сферах связанных с образовательной системой. Мы с вами сегодня должны проанализировать, да, вот увидеть специфические характеристики. В чем отличие, да, от того, как мы учили вчера, будем прямо говорить, да, и как мы должны учить завтра? Ну, вообще сегодня в идеале, конечно. Как вот эти отличия могут быть визуализированы? Каким образом мы можем включить эту специфику образования в интерес к устойчивому развитию в образовательном процессе? Ну, оттолкнуться я хочу прежде всего от самих арктистей. Прежде всего это всеобщность образования. Есть такой термин в повестке 23-ти, тезис, точнее, никого не оставайтесь в стране. То есть это не значит, что это все общие образования для всех. Кстати, вот в Республике Беларусь создана уже архитектура, какая серьезная, с национальным координатором, даже с нашими молодежными послами наши студенты, среди них, вот сейчас в конкурсах, я думаю, много. Если предыдущие созывы, их было уже три, ну, там, выбирали 17 послов из 40 кандидатов, из 25, то вот 10-го числа запрошу заявку, 148 кандидатов. Исходя из того, какие перспективы студенты наши получают, вот войдя в эту тусовку, я бы сказала, да, они, наверное, для себя делают определенные уровни. Сегодня это люди, которые возглавляют национальный молодежный парламент, ведут передачи на телевидении. На сегодняшний день вообще в стране 17 двоек находится, я знаю, у нас в пятницу форум, надо о чем делать. Я обзвонила всем, Москва, Дубай вместе с президентом, знаете, что форум, да, вот все слышали выступление Александра Григорьевича по поводу экологии и климата. Питер, то есть послы сегодня на расхват, если это можно сказать, и понимая вот эти перспективы, молодежь, конечно, для себя определенные цели ставит. Более того, их голос, ну, так скажем, к ним прислушиваются. Другой разговор, что наша молодежь не всегда готова говорить на очень высоком уровне, потому что все-таки в эту архитектуру и совет по устойчивому развитию входят представители шести министерств, главы этих министерств. У нас есть Координационный совет по образованию воздействия устойчивого развития племенологии, ну и наш Координационный центр, с учетом, потому что, конечно, мы непосредственно подчиняемся руководству университета, мы напрямую работаем именно с министерством. Так вот, первая картистика – это всеобщество. С точки зрения цели номер 4 в нашей стране, на сегодняшний день 98,7% задач в контексте цели устойчивого развития номер 4 достигнута. Чтобы вас сразу, как-то, вот, такой небольшой экскурс дать, чтобы вы понимали ситуацию, в апреле месяце был опубликован второй добровольный национальный отчет. На сегодняшний день динамика наша 74% по всем задачам, то есть 17 целей, из них 169 индикаторов задач непосредственных, и 215 там позиций, по которым наш Белстат ежегодно делает аналитику. До 2020 года мы были в 18-е в рейтинге из до 93 стран. Сейчас, к сожалению, из-за санкций, впоследствии 2020 года мы находимся на 34-й позиции. Но, тем не менее, у Беларуси более чем хорошие перспективы, именно это и было, так скажем, причиной приглашения главы государства и на саммит, который был в сентябре по отцу в Нью-Йорке, хотя бы только наш национальный координатор и на вот этот саммит по климату, потому что опыт Беларуси изучается. Цель номер один – ликвидация нищеты. Цель номер десять – ликвидация нерадостства. Цель номер пятнадцать – все, что касается сохранения экосистем суши. Вы знаете, у нас и Беларуси, и ЛИСА, и легкие Европы, и так далее. Это все у нас. И плюс ко всему качественное образование и гендерное равенство. Вот по этим пяти целям 17-ти мы уже преодолели порог в 95%. То есть до тридцатого года у нас еще есть достаточно времени, чтобы все остальное подценить. Но согласно прогнозам от улологов считается, что наша страна при положительном раскладе реализацию всех задач в контексте не только зависящих от нас причин может достичь предела 80-82%, что в принципе более чем достаточно. Потому что есть вещи, которые от нас не зависят. Ибо ключевая идея – это лицесотрудничество, и решение каких-то проблем и задач не может быть локализовано только в одной стране. Поэтому в принципе образование здесь у нас тоже выглядело. И вот идея включения принципов улога, начиная с дошкольного и заканчивая дополнительным образованием, она уже реализована. Непрерывность образования – это тоже один из ключевых позиций сегодня. Междисциплинарность явна, ибо выявить четко в рамках какого предмета мы можем эти цели устойчивого развития изучать очень сложно. И вы сегодня в этом убедитесь. Сотрудничество – это то, о чем мы тоже говорили, разнообразие форм, адаптивность. Обязательно учет немцевого контента, как одна из таких характеристик очень жестких. Формирование ценностей, потому что понятие компетенция сегодня, вот согласно документов ООН, оно включает не только знание, умение, навыки, но еще ценности и отношения. Вот эти два блока, они являются, я все время говорю, вишенки на торте, без которых как-то все остальное, наверное, уже теряет особый смысл. Ну и интеграция достижений. Хотю, что идем дальше. Впервые о компетенциях в сфере устойчивого развития и образовании интересов устойчивого развития было упомянуто в рамках вот этой конференции в Рио-де-Жанейро, о которой я вам говорила в 92-м году в докладе Делора. Он упомянул четыре компетенции. Учиться знать, видите, облом знания непосредственно, учиться делать, то есть конкретные практические навыки, учиться быть, это личностный рост наш, это принятие, переосмысливание этих всех задач и ценностей, и умение учиться жить вместе, развитие способности понимать других людей, то есть то, что лежит в основе сотрудничества, как одной из специфических характеристик. В следующем документе вот этот вот отчет, но есть еще более новый, это же. Это документ, который был опубликован в 2014 году, называется «Цели образования интересов устойчивого развития», выпущен в кодеке ДЕЮНЕСТО, и в этом документе уже представлено восемь компетенций, они все перед вами. У вас в раздатках на третьей страничке, давайте сразу, давайте сразу, есть описание всех этих восьми компетенций. Вот я сейчас умолкаю на две минуты и прошу вас просмотреть этот перечень и для себя, для педагога, выбрать, давайте, топ-3, самых важных и значимых, на ваш взгляд. Можно совместно, никто же не отметили сам, просто я сейчас объясню, для чего я с интересной вашей точкой зрения. Мне больше. Да, в чем ты же, да? Компетенция коллективной работы, мне понравилось, это компетенция критического мышления, и самосознание, мне тоже быть. Самосознание, хорошо. Еще есть вариант? Компетенция стратегического видения, да. Компетенция критического мышления, да. И системного мышления. Еще? У меня системное мышление, правовая компетенция и стратегическая видения. Прекрасно. А теперь я хочу вам продемонстрировать результаты опроса, которые мы проводили в прошлом году с практикующими учителями. Учителями-практиками. В этом вопросе приняло участие более двух с половиной тысяч педагогов. У нас был проект, как раз после пандемии мы его онлайн реализовывали, и очень много работали именно в дистанционном формате, обучаемых учителей, которые сейчас у нас работают в регионах. Вот посмотрите, вот в позиции учителей-практиков на первом месте критическое мышление, здесь мы сошлись, да. Комплексное решение проблем, потому что проблемный метод обучения один из знаковых, и мы об этом еще сегодня поговорим. Коллективная работа, вот оно сотрудничество без этого никуда, системное мышление и самосознание. То есть, видите, в топ-5 вы, по сути дела, попали, да. Единственный момент у меня, например, вот, видите, права и компетенция внизу, но под комментарием самих же педагогов, потому что мы же, естественно, от них обратную связь хотели получить. Учителей нам просто иногда не всегда хватает, то есть мы знаем эти документы, но времени на детальное изучение даже того же кодекса не всегда достаточно, поэтому наши права, ну, знаете, учителя у нас такие люди очень лидкие, они готовы, как это, если надо, и отодвинуться, и забыть про свои права, у нас обязанности на первом месте, поэтому вот здесь, ну, естественным образом, эта компетенция упала, но, с другой стороны, мы понимаем, с точки зрения, например, вот, если бы я была разработчиком программ повышения квалификации, я бы не только администрацию знакомила со всеми этими позициями, но понимаю, что и обычные педагогические работники, это и учителя практики, и преподаватели дополнительного образования, специалисты в этой сфере, они все должны владеть этими вещами. Катюша, идёт дальше. Ну, а сейчас мы перейдём с вами непосредственно, как говорится, к практической части, и поговорим о специфике организации образовательного процесса в соответствии с требованиями. Первый вопрос, это вопрос, чему же, всё-таки, нужно учить? Вот, для того, чтобы эти восемь компетенций сформироваться. Ну, раз у нас было критическое решение, понятно, что под номером алист, где у нас будет обучение критической постановки вопросов. Раз. Ценностный потенциал тоже, мы отсюда никуда не удаляем, он здесь я. Опять-таки, представление о будущем, помните, одна из компетенций была прогностическая, то есть умение предвидеть. По сути дела, делая шаг сегодня, мы должны понимать, думать об этих внуках, помните, о которых мы с вами уже вспоминали сегодня, и понимать, что будет последствия. Вот, специалисты, которые говорят, что женщины, не знаю, психологи не поделаются к правилам, но говорят, что у женщины это лучше получается, у нас мышление системное, благодаря материнскому институту. Мужчины-аналитики, они задачу поставили из пункта А, пункта Б, максимально подводным путём, а мы 10 раз думаем, то есть вот у нас в этом отношении, как бы, немножко лучше у женщин с этой компетенцией, но, в любом случае, детей надо обучать. Системное мышление, опять-таки, потому что устойчивое развитие, это как минимум социальное, экономическое, экологическое, взаимосвязанные вещи. Прикладные знания, без этого никуда. Вот она, стратегическое видение и комплексное решение проблем, а решать проблемы надо руками, не только головой. И композиционно-исследовательская деятельность, причём, обратите внимание, в так называемом синдозе, традиции и инновации. То есть не забывали всё, что у нас было хорошего, а берём это с собой и в контексте ценностей переносим. Значит, если говорить о подходах, вот тут уже, как бы, методика, да, обратите внимание на эти четыре фермина. Ну, что касается объединяющих, потом, да, и синергия, здесь всё, я думаю, понятно, потому что очень многие из этих компетенций и этих задач, они решаются комплексно. И это одна из специфик, я бы так сказала, вообще реализации идеи образования в интересах устойчивого развития. Ну, про критический подход сегодня вообще говорить не приходится. Прикровая информация, шквал информационного мусора, поэтому всё разжимаем, всё анализируем. Преобразующий подход, опять-таки, с точки зрения, вот она, имею то, что имею, прогнозируя, вернее, понимая, каким образом двигаться дальше и что нести в собой. Ну, и контекстуальная, это та локальная составляющая, о которой мы тоже говорили. То есть вот в рамках образования в интересах устойчивого развития считается, что реализуются прежде всего эти четыре подхода. А сейчас самая главная задача для вас. Я предлагаю вам поработать в группах, не знаю, как повезёт, кому-нибудь одному в качестве секретаря, так скажем, вручаю список. У вас есть ровно пять минут для того, чтобы совместно прогнозировать и заполнить вот это таблицово. Смотрите, вы говорили, чему учиться. У вас дан речи, дисциплину, которые изучаются в школе. Вот буквально очень бегло. Мы потом все вместе, конечно, с вами попытаемся проанализировать. Подумайте, смотрите. Найдите экономические, экологические, социальные связи приблизительно даже столько с темой занятий, столько с темой самой дисциплины, да, содержания. Что умеют знать, понимать, умеют должны дети. Ну, мы не будем там глубоко, у нас время ограничено. Ну, вот, предположим, родной язык, о чём мы будем говорить? Вот у нас достаточно ситуация хороша с родными языком, если вы получите, то есть мы понимаем, что мы, во-первых, живём в ситуации билингвизма, полилингвизма, плюринформальной компетенции, новый термин существует у нас сейчас такой ещё. Вот, и об этом мы все должны говорить. Плюс ко всему, мы вообще теряемся с современной новостью. Я со студентами иногда провожу такой приём, называется, кинозанятие в семинарском, на иностранном, на ведоводке. Иностранная, если я тогда признаться преподает, называется «Воздушный шар». То есть мы не будем разговаривать. Вот я беру любую тему, усаживаемся на кружочек, мы будем писать, что мы все в «Воздушный шаре». Вот он, Индзер Манди, Наполеон, Алла Пугачёва, неважно, всё, кто угодно, да, и вдруг всё, падает. Надо кого-то выбросить из «Воздушного шара», чтобы не упасть, не разбиться. Придумайте, кто будет жертвой, аргументируйте. Жертва должна контраргумент выбить на эту фразу против него и перевести стрелки на кого-то. То есть в результате мы никого не выбрасываем, поэтому, понятное дело, но они очень активно слушают, что мне нужно в контексте иностранного языка, максимально хочется реагировать и так далее. Так вот однажды, в прошлом году, не так давно, я не подумала, я бы так сказала, предложив этот приём, ну вот, да, признаюсь, не спрогнозировала, не спрогнозировала ситуацию. Я говорю, давайте поговорим о школьных предметах. Химия, биология, иностранные языки, белорусская нова, значит, история и так далее. В результате приём не зашёл в том виде, к которому я рассчитывала и к которому они привыкли. Потому что все мы защищаем верную несчастную белорусскую нову, ибо аргументом, почему мы её на сегодняшний день, вот понимаете, это катастрофическая ситуация, но это правда. Поэтому все эти идеи нужно включать в предметную систему ещё. У вас есть пять минут. Продолжение следует... И так далее. То же самое, смотрите, недорогостоящая и чистая энергия. География. Раз, два, три. Математика. Математика. На пять, три. Информатика, в принципе, тоже, потому что это ничто иное, как разумное потребление энергии, как мы можем включать о компьютерах на новую грузовуюся. Достойкая работа экономических рост. Ну, понятно, есть главная история. Дальше ещё что? Трудовое обучение. Почему нет? Абсолютно верно. Хорошо. Ещё? Достойкая работа экономических рост. Литеральный, иностранный язык очень даже, потому что там есть выбор профессии и так далее. В иностранном языке, по сути дела, всё есть. Там даже в 10-м классе писала я когда-то в учебнике для гимназии отдельно занятия, посвященному акценту устойчивого развития. Точно всё есть. Номер 9. Индустриализация, глобация, структура. Прежде всего есть информация. Физика, информатика, математические весы. Ну и, безусловно, общество, ведение и история. Потому что мы говорим о этапах развития. Те же реальные революции и так далее. Уменьшение неравенства. Все наши измы, расизмы, сексизмы, рейджизмы и всё остальное. А теперь давайте всковный кодекс. Интегративное обучение наше. Инклюзия. Сквозь. То есть любой предмет, о котором мы с вами сейчас говорим. То есть эта цель, она вообще красная лента и точно так же, как и качественное образование. Без вариантов. Устойчивая грота. Неселенная комната. Гуманитарная. Гуманитарная. География. Опять-таки физика. Опять-таки трудовое обучение. Потому что, извините, зеленый город, благоустройство в соответствии с требованиями. Это всё сюда. Ответственное потребление и производство. Всё, что касается наших... Эпоприучивых. Всё, что касается наших молокулатурств, там, отказа от пластика и так далее. Химия. Биология. Физика. Плюс ко всему ценностные вещи. Поэтому и история, и литература. А язык может быть представлен, опять-таки, любой. Потому что контекст текстов, которые мы можем пересказывать, эссе по тематике писать и так далее, он здесь бесконечен. Поэтому включайте пожаростное. Составляйте детей думать. Ибо списать даже в интернете будет очень сложно. А вот их собственное видение, увидеть и ценностная составляющая, о которой мы с вами говорим, очень хорошо видно в таких заданиях общественного характера. Доглас изменения климата. Естественные науки. Естественные науки. Биология, гимия, география, физика – это всё здесь. Информатика. Морские экосистемы. Ну, тут немножко лучше, но тем не менее, география, экология – как минимум, те три ниши, которые замечательно у нас встречаются. То же самое сохранение этой системы суши. Опять здесь же. Проходите, пожалуйста. Мир и правосудия. Ну, для, естественно, общественной науки. Прежде всего, конституция, права человека – это всё здесь. Литература, кстати, тоже. Кто тут и делает великой такой громадель и так далее. Хочу человеком зваться, да? Помним все пасеки. Ну, и семнадцатая цепь – партнёрство, опять-таки. Один в поле неволи. Принцип, который без того же нельзя. То есть, по сути дела, наполнение каждого из этих дисциплин, оно может быть очень чётко. Ну, кому интересно будет, я долго со своими учителями воевала. У нас такой детальный очень получился анализ. Я вам потом покажу. Гример просто мало. Он есть. Татюш, возвращаемся в нашу первую презентацию и двигаемся дальше. То есть, по сути дела, чему учить, вы понимаете? То есть, в рамках любой школьной дисциплины, неважно, учитель мы или ученик, мы можем найти темы, где мы можем зацепить эти цели устойчивого развития и начинать вот с такого возраста формировать эти компетенции, потому что оно всё очень чёртко с ней заключается. Теперь вопрос следующий. А учитель? Да? Инструментальный. Методический потенциал. Значит, в документах ЮНЕСКО представлены шесть позиций. Я буду сейчас пытаться вам провести параллели с нашим методическим языком, потому что есть нюансы перевода. Некоторые термины могут по-разному интерпретироваться, но я взяла тот, видите, даже с английскими реальными эквивалентами, чтобы вы понимали, о чём будет речь. Путём передачи знаний, первым, ну, то есть традиционный рассказ, чётко прописано, что с учётом того, что тема очень сложная, на начальном этапе детям надо рассказывать и показывать. То есть вот это то традиционное, от чего мы не отказываемся. Просто с оговоркой, что это для того, чтобы погрузить, вовлечь, да, сделать, знаете, вот есть часть понятия, это просто иного, и по всем. То есть понятным языком. Не только мы говорим про людей с интеллектуальной недостаточностью, в принципе. Перевести слово в кладовке, я не знаю. Идем дальше. Вовлечённое обучение, включение. Вот в английском есть термин «participatory layer». Мы привыкли больше не к понятию «вовлечённое», хотя это более точный привод. Это не что иного, как интерактивное обучение. Это групповая парная работа, где каждый должен высказаться, и мнение каждого является одним из блоков в результате совместной работы. Сотрудничество, системная работа, комплексный подход – это вот все те характеристики, которые мы с вами говорим. Обучение путём открытий. Есть проблема. Я пытаюсь смоделировать, решить. Вот они, компетенции стратегического видения, комплексного решения проблем. То есть выделяется, вот он прям так и называется – «дескабрирование». То есть я как бы делаю для себя открытие. Есть такой термин «insight». То есть кажется, всё лежало на поверхность, никогда она не обращала на это внимания. А тут резко хлоп, и всё так просто. Вот когда ребёнок к этому приходит и приходит сам, лучшей мотивацией, вообще, в принципе, быть не может. Проблемное обучение. Я думаю, все понимают. Вот это наш стенс «тиама» и так далее. Исследовательские компетенции – они все здесь. Обучение в сотрудничестве не нужно комментировать. Это всё всем понятно. Ну и сейчас у нас междисциплинарное, трансдисциплинарное, полидисциплинарное, мульти. Что хотите, придумывайте. Вот он, сквозной. А мы сейчас это увидели. Как раз на выполнение предыдущего знания междисциплинарное обучение. Ну и ещё один очень важный момент, к которому мы тоже сейчас придём. Это большая роль в продвижении этих людей. Прежде всего, в сфере неформального образования. Где тебе не станет отметку. Где за твою точку зрения, которая может отличаться от того, что написано в критике, в том числе нашу с вами учёбу в школе, или от мнения учителя. Никто тебя не побалует и баллы тебе не снизят. Там ты можешь спокойно выражать свои позиции. Поэтому изначально образование в интересах устроенного развития, оно реализовывалось только в контексте неформального образования. Очень активно, системно. Ну, потому что обучение взрослых, оно базировалось на этих принципах. Где нет вот этой аттестационной, так скажем, составляющей. Но сейчас мы абсолютно естественно, вот в контексте всех трансформационных этих процессов, можем перенести это и на обучение детей в школе, и, безусловно, в вузе. Двигаемся дальше. Как учить? Следующее. То есть, что нужно изменить? Сейчас всё буду иллюстрировать, но пока просто, чтобы вот эти вот вещи закрепились в голове. От научения – обучение. Самостоятельное. Вот есть вам дискомнат. Видите, я учитель, у меня деформация моя. Есть могу учить кого-то учить, а есть труда – учиться самому, причём нон-стоп. Да? На протяжении всей жизни. То есть, вот мы уходим от научения к обучению. Проектно-исследовательская деятельность – она не нова, но вот как раз таки, навыки вот эти решения проблемы, продюсированные, да? То есть, в лауре всегда должен быть какой-то продукт. То есть, вот с семинара, с урока, с занятия ты должен как минимум выйти с чем-то, что ляжет в основу. Понимаете? Это балбанка, шаблон, алгоритм, твои последующие деятельности. Поэтому вот эта этапность, которая соответствует исследованиям, проектной деятельности, она здесь универсальная, я бы так сказала. Проблемно-ориентированная или проблемно-интегративное обучение – тоже две вещи. Ну, то есть, интеграция, опять-таки, это же дисциплинарная составляющая здесь ярко переставлена. Что касается проблемно-ориентированной, мы с вами будем сегодня анализировать урок. Главная характеристика урока, аур, заключается в том, что не может быть на друг правильного решения. Не может быть ключа, к которому мы так привыкли. Понимаете? Варианты могут быть разные. И если ты аргументируешь свою позицию, умница, компетенции развиваются. Если ты ждешь, что в конце должны быть ключи, и я хочу, чтобы у меня все совпало, ни о каких компетенциях раз первого века мы вообще не говорим, в принципе. То есть, учитель должен изменить вот это понимание, понимаете, изначально даже. Принятие всех этих моментов. Местный контекст. Это уже повторять не будет. Думаю, глобально действую локально. Такой традиционный заезженный розум. Но он имеет место в пятницу у нас в университете фестиваль инновационных аукраций. 80 инициатив в рамках четырех акселераторов дорожной карты. Более 120 участников, ВИП-персоны от главой ООН и всех агентств ИМИДа. И все, вот мы анализируем их сейчас, все опираются на свои, понимаете, там. Витебский регион и непосредственно от чистых олег. Почему важно, значимо, потому что Витеба высыхает просто вот изначально, да. Там, эко-проект на родственнях. Какая-то деревня в Пинском районе, которая очень сильно натхоняла колоса. И вот они делают эко-тропу, которую в своих произведениях описывают, а они чистят это все дети. Понимаете? То есть я к тому, что не нужно замахиваться на большие вещи. Вот суть этих инициатив молодежи, она должна носить локальный характер. Когда они понимают, что это значимо, что это дорого мне и важно мне, у них отношения будут совершенно другое. Потому что все время будут все при этом в паблике недоидалов. Где я и диалоги вообще мне, да. Чтобы мне сказали, что не сказали. А когда я понимаю, что это мой сосед, что нужно деньги собрать мальчика, который у меня на операцию в классе со мной, плечом к плечу сидел, совершенно другая ситуация и отношения, и восприятие. Поэтому, когда ребенок это осознает, когда он ценит это, и результат совершенно другой, и его включенность в это все другое. Надо компонентные подходы, равные игры, дебаты и так далее. Сейчас мы с вами познакомимся с этими активностями, именно в контексте негромального обучения. Ну и максимально лично сравницированные технологии обучения. Итак, приведу несколько приемов. Я сразу прошу про шерещение у специалистов. Но это приемы, которые можно использовать на уроке. Вот я уже говорила, одну с половиной тысячи учителей. Мы проводили во время пандемии такой проект «Ориентация на будущее поколение». Идеями реализации АУ делились учителя-методисты. Вы знаете, что это самая высокая квалификационная категория. На сегодняшний день, дай мне Бог памяти, я их возглавляю, 571 человек. Элитная, можно сказать. То есть авторские методики люди. Постоянно печатаются в журналах. То есть там очень серьезная такая подготовка. И вот они проводили вебинары. У нас на сайте Координационного центра это все свободное другое. Я всегда педагогика-какетру без конца терроризирую, чтобы студенты пользовались и смотрели, и анализировали. Потому что это кладезь для практических занятий безусловная. И вот в рамках этого проекта мы просто вытянули несколько приемов, которые сами учителя практики выбрали. То есть это не я, это не мое предпочтение. Я хочу сразу же сказать об этом. Это мнение большого количества учителей, специалистов именно в этих сферах. Ну, здесь разум. То есть вот смотрите, прием продуцирования гипотиз. Универсальный прием. Я взяла пример с одного из реминалов. Вот было задание. Значит, идея. Видите? Высказывать предположение. Вот она прогностическая компетенция, да? Комплексное решение о продукте. То есть если бы, то дети все не разговаривают, не умеют. Давайте откровенно. Конечно, не читают. Поэтому шаблоны нужны. Прямо вот на каждом этапе урока. Один из примеров. Прошу прощения у историков. Может быть, не совсем проекто. Я как дочь историков могу тоже чуть-чуть здесь видеть вниматься. Мне кажется, тут можно подправить. Но тем не менее. Вот смотрите. Просто пример шаблон. Февральская эволюция 2017 года России свершилась. Однако вопрос о дальнейшем развитии оставался открытым. Какие формы управления могли бы быть установлены, при каких условиях? То есть ребенок должен проанализировать информацию. Если демократия, то. Если меньшевики пришли к власти, то. То есть как минимум причины, наследственные связи. То, что лежит в основе предметной компетенции в рамках данного предмета. А кроме этого, смотрите, гибкость мышления развиваем? Развиваем. Она же политическое мышление, она же системное. Аналитические навыки здесь есть. Они же анализируют содержание того, что они думают. И вот вам опять прогностическая компетенция. То есть согласитесь, такого типа задания сформулировать, если да, то. Мы можем, начиная с 6 класса, наверное, на рамках любого предмета. Здесь нет никакой сложности. Катюш, я идем дальше. Прием ПОПС. Вот опять. Рассуждение по алгоритму. Позиция, обоснование, пример, следствие. То есть в ответе ребенок должен следовать этой логике. Согласны ли мы, что географические открытия уже 15-16 столетий, можно назвать логикими. Обоснуйте точку зрения по сразуному алгоритму. Он высказывает, объясняет, почему он так считает, приводит пример, делает выбор. Вот оно. Последовательное. Обучение. Во-первых, речи взаимосвязанные. Они типа блин, как они, простите, очень часто это делают. Сейчас неважно, на каком курсе они учатся. Беда у всех. И смотрите, логика высказывания. Точность, глубина аргументов и выводов. Вот они опять временные причинно-следственные связи между событиями и факторами. Символическое видение. Направлен, например, на поиск и построение связи между объектами и процессами и символом. Вот задания творческого характера. Задания именно ваших задания в том числе. Создайте символический образ. Например, гендерного равенства. Гендерного равенства. Или там, не знаю. Гендерного равенства. Гендерного равенства. Или наоборот, объясните. Как сегодня говорят, смысл мы их кондируем и раскадируем. Ассоциативное мышление, визуализация – это все здесь. И когда мы начинаем анализировать интерпретацию, интерпретируем информацию через клипу визуальных позиций и личностного опыта. Вообще, в принципе, умение все это создать. Причем, эстетически оформив. Очень даже. Перекодировка информации. Вот это тоже один такой навык, который очень важен. Из вербального в инвербальную. Из знаков в язык, символы и так далее. Все здесь. Двигаемся дальше. Еще один прием. Монолог от имени. Представьте, что вы находитесь в говорящей единицкой пирамиде. Тоже задание творческого характера. Напишите, расскажите, о чем она могла бы вам поверить. И что мы развиваем в результате данного задания творческого. Опять-таки, в КЦО, например. Изучение темы, я бы даже так сказала. В рамках, опять-таки, домашнего задания. Посмотрите. Анализ, интерпретация, осмысление опыта и знаний творческих способностей. И безуформных нестандартностей оригинальных сушений. Формула успеха. Составьте формулу успеха. Японская энергоногика 60-х и 70-х двадцатого века. Так называемое японское чудо. То есть, что нужно для того, чтобы эту формулу стать? Надо огромный объем информации вообще. Все, что мы по этой Японии изучили в рамках нескольких уроков и так далее. Ключевые смыслы выделить. Для того, как там же формула, мы понимаем. Это ключевые знания, которые мы, как правило, либо буквами, либо цифрами, каким-то образом визуализируем. Закодировать опять, кстати, информацию надо в эту формулу. Анализ. Оцениваем риски. Возможности. Проверяем факты. Потому что, опять-таки, объем информации и способ презентации может быть очень разным. И еще один прием. Станьте автором небольшого рекламного сообщения, например, о белорусских поясах. Или вы тоже живое. Являясь участником молодежной компании «Защита бездолгых животных», предложите рекламные слоганы. То есть, опять, думайте как. Думайте, чтоб привлечь. Думайте, чтобы зацепило. Думайте, чтоб было оригинально, необычно, но со смыслом. Потому что иначе вы не будете соответствовать, не будете обратной связью. То есть, вот она, так называемая, предпринимательская еще и компетенция. Консультфильная критикальность. Есть и активное слушание. Есть, потому что когда они озвучивают, когда они рекламируют все это, поверьте мне, как практика по сей день в школе, находящемся регулярно, это все очень буйно и шумно проходит в класс. Видение, внимание к деталям и т.д. Я не буду делать. Я вам приготовила еще одно задание. Раз. Хочу, чтобы переходить на свою числайку. Я всем должна отплатить. Расстаемся. Итак, у вас в каждой рекламе два приема. Приема отписанного в контексте неформального обучения, в том числе, правда, мероприятия классного часа, информационного часа, не важно. Итак, читаем. Приемов восемь. У каждой группы два. Ну и дальше мы читаем. Понятное дело, да? Попытайтесь прочитать, обсудить. Плюсы, минусы. Ну, слот анализ все знают, да? Возможности. Опять-таки, включи. О чем? Вот в детстве. Возможности обсуждения содержания устойчивого развития в рамках данного приема. И какими рисками и угрозами может столкнуться учитель в реализации этого приема в классе. Не важно. И так, теперь очень быстро такой бриф-формат. Значит, очень правда, буквально в трех этажах суть приема и ваши комментарии с позиции вот этих четырех составляющих. Договорились. Что детям предлагают? Детям предлагается, значит, ранжирование. Даны тезисы, которые затрагивают экологические проблемы и современности. Их задача – нужно проранжировать их по степени значимости. Ну, и собственно говоря. Обычное ранжирование. Даже не совсем. Просто если говорить про прием на рамках рука, просто ранжирование. Окей. Итак, преимущества. Преимущества. Значит, мы выделили следующее. Формирование собственной точки зрения. Да? У каждого. Дальше. Воспитание сознательности и ответственности, да? По отношению к экологическим проблемам. Умение работать с текстом в целом. Присвоение знания себе. То есть это знание становится личностнозначимым. Вот. Привлечение внимания вообще к экологическим проблемам в целом, что они существуют. Ну и, собственно говоря, наверное, выводят точки зрения своей на вот эти проблемы. Как это? Отношения. Вот оно, да? Отношения или ценностные? Минусы. В чем есть минусы? Недостанк. Ну, во-первых, следующее. И для всех эта информация актуальна, да? И личностнозначна. Хорошо. Кого-то могут не интересовать вообще проблемы экологии. Да? Разный уровень. Вообще с подготовки и знаний в этой области. Поэтому тот, кто знает больше, может немножко выделиться, да? И вовремя не остановить и не распределить внимание на всех участников, то остальным может быть скучно. это может пройти урок в виде актера, одного актера, да? Хорошо. Вот это не должен допустить уже опыт же учитель. Тогда сразу вопрос вот в рамках этого проекта. Как думаете, вот эти вот все приемы? В возрастной сенс есть какой-то? Они должны... Начиная с 13... 13 и раньше. И раньше. Учитель тоже заранее статистически. Учитель каждого учащегося в идеале, да? Возможно. Хорошо. Возможно. Замордец – это воспитательный ресурс по будущему, да. То есть, как это логиня относиться соответственно. Кроме того, это расширение фактора и знаний, да? Это возможность вступать в коммуникацию. Это культура общения. Это внимание. Это мышление. Ну, и если все это будет реализовано идеально формативно. Замечательно. Останавливаемся на том привлечь в области в России, да? Ну, в разных городах мы частично уже озвучили. Что-то есть из того, что они упоминали сейчас о обсуждении? Неготовность вообще воспринимать эту информацию и анализировать. Кроме того, очень важны личностные смыслы и неготовность. Они по-разному будут интерпретировать. Для одного это значит, а для другого вообще никак. По-разному могут понимать даже... То есть степень уровня опыта своего отношения. И опять же, угрозы конкуренции. То есть один конкурентоспособный личность формируем, а один воспримет это как благо. Может, перерастим в базар. В базар, да. У нас была глава кодекса устойчивости. Если кратко, то изначально педагог предлагает детям рассказать, что такое кодекс и что стоит у каждого ребенка за этим понятием. А потом проводится мозговой штурм, собственно, по совместной выработке данного кодекса устойчивости. Ну и оно оценивается... Каждое предложение оценивается подробно, обсуждается и принимается. Ну и уже в дальнейшем этот кодекс должен содержать перечень обязанностей, обязательств и ожиданий в отношении всех социальных, природных и экономических объектов. И, конечно же, он очень должен подписаться всеми участниками данного процесса. Ну и стоит отметить, что можно составлять кодекс устойчивости в школы, группы и организации, либо можно составлять кодекс устойчивости касательно данной семьи. И он также должен подписываться каждым участникам либо семьи, либо образовательного процесса. Какие нам удалось увидеть преимущества в контексте данной деловой игры? Ну, первое преимущество – это коллектив детей. Пожалуй, совместные. Да, совместные дети. И еще одно главное преимущество, про которое мы уже говорили – это продукт деятельности. То есть, в любом случае, после проведения данной деловой игры будет продукт деятельности, тот шаблон, с которым они в дальнейшем могут перейти в семью и так применять данный шаблон. Составить вам, выключать воду и сердце. Минус. Ну, мы еще плюс выделили. Да, если можно, что в данной деловой игре могут участвовать все субъекты образовательных отношений, будь то это администрация, учащиеся, даже можно привлекать родителей. Это были наши преимущества. Университеты. Ну и здесь работали с самими студентами. Среди недостатков мы выделили, в целом, чтобы реализовывать данную деловую игру, дорогу должен как раз обладать технологией проведения данной деловой игры. Но также мы можем выделить среди недостатков это разное мнение, касательно разных проблем устойчивого развития, в том числе. Также куберболизм, который мы можем наблюдать у достаточно большого количества детей. Ну и собственно отсутствие опыта, потому что стоит отметить разную, разное что? Разные опыты жизни, разные опыты. Да, разные интеллектуальные способности. И золотистические, и психофизические. Угрозы есть? Ну в принципе вы озвучили, что если учитель не владеет технологией, ничего не получится, потому что дирижировать процесс в контексте деловой игры нужно постоянно. Угрозы, наверное, это тоже самое, как и предыдущих наших коллег, это конфликты, которые могут возникать из-за разных мнений и ситуаций. Задание представляется группам в таком порядке. То есть, группы должны формулировать критерии или признать устойчивой семьи, но ориентируясь на три основных аспектов окружающей среды, социально-экономические преломы. Ну и собственно говоря, вся групповая работа построена таким образом, что формулируются эти критерии. Каждая группа представляет эти критерии, но тут еще один есть нюанс, что эти критерии должны быть применены для села, поселка, города, затем для расформированного сообщества. И эти все признаки, конечно, формулируются, потом обобщаются, ну и таким образом формулируются критерии, на основе это критерии других социально-экономических систем. То есть, задание само было непростое, но, тем не менее, как бы проанализировав эту ситуацию, мы пришли к такому заключению, что, во-первых, какие преимущества данного приема и содержания работы, которая была организована. Формирование семейных ценностей, понимание вот этого образа семьи счастливой, устойчивой, это опять же согласуется с целью устойчивого развития, связанное с природными, экономическими, социальными аспектами. Здесь четко прослеживается междисциплина, с поскольку представление вот этого устройства семей, да, вот скажем так, в разных местах он прожил, если можно так сказать. Это и сочетание экологического, социального, экономического природы и так далее. Ну и очень важный момент работа группы, которая тоже позволяет поднимать соответствующую компетенцию учащихся. Что позволяет возможности? Во-первых, расширение знаний, получающихся в области семейного воспитания, типа клиентов семей, обучение сотрудничества при обсуждении критерий, ну и, конечно, акцент на положительных примерах семейных ценностей, детей, а также возможность формулировать, обосновывать, аргументировать свою точку зрения. Какие здесь могут быть недостатки? Во-первых, вот это нехватка знаний и опыта детей в определении критерий, то есть не имеет представление, как проживают все или там сельская местность, или, скажем, ну, в других странах, государствах. И, конечно же, превалирование субъективного опыта, то есть понимание о том, как устроены выносы отношения в моей семье, является еще главным важным. И в качестве угроз мы рассматривали это насилие в семье, что решает вот эти критерии устойчивого развития семьи. Приемные семьи, когда у детей недостаточно опыта для того, чтобы иметь представление в этой идеальной семье. Разный социальный уровень семьи и семейного воспитания, соответственно. Ну и еще один момент в качестве угроза мы тут обсуждали эготильный уровень, который является более привлекательным. Сейчас поясню, в чем это выражается, но следующая ситуация с этим сродни, когда, скажем, каким-то видом отдыха родители предпочитают посещение Киев-Киев-Киев-Киев-Киев. И тут как бы возник противоречия. С одной стороны, провести вместе с ребенком, хорошо время сделать его счастливым, но сходить в Киев-Киев-Киев могло ли, да, или с другой стороны, ну, прививать какие-то действительно социально… Испечки, руки, 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 руки… Да, да, да. Обучаем… Ребенок хочет все-таки Киев-Киев-Киев. Поэтому вот здесь это угрозы, которые, ну, затрудняют вот это сформирование тех критериев, определение тех критериев устойчивого из них. Спасибо с вами. Замечательно. Значит, задание было следующее. Участники, получая задание, придут рисовать знаки, предупреждающие, запрещающие, отражающие основные принципы и идеи устойчивого развития как на местном оригинальном, так и на глобальном уровне. Суть этих знаков о том, что они должны защищать интересы и провалить день природных объектов не только в настоящем, но и в будущем. Потом к аудитории устраивается выставка, знаки, символы, авторы, знакомые зрители с этими знаками. После демонстрации с созданным знаков участники делятся своими мыслями, ощущениями. Данное упражнение может затем перерасти в проект для изготовления этих знаков и установки, например, в городе, в селе. Знаки не должны нести только информацию. Они должны быть не только информациями, они должны быть понятны другим, но и воздействовать на эмоциональную сферу людей. И также для консультации можно пригласить местного художника по рисованию. И есть в связи письменные принадлежности, бумага, изобразительные материалы. Из преимуществ мы видим, что выполнение этого задания, развивание мышления, также расширяет круговзор наших учеников. Они изучают старые существующие знаки, придумывают новые. Умение работать в коллективе. Они работают вместе в группах. Совместная работа. Также преимущество – это самостоятельная работа. То, что они сами что-то находят. Возможности – это то, что ребят приводит к творчеству. Я не умела рисовать, а тут мне понравилось разукрашивать, что-то придумывать человечком. Так что нестандартное изучение нового материала. Посмотрев на существующие знаки, я придумаю какие-то новые креативные, нестандартные мышления. Недостатки – то, что у нас, например, есть письменная принадлежность – бумага, изобразительные материалы. Современные наши дети любят, когда есть уже фотографии, есть возможность работать над заканчиванием, есть еще возможность какие-то различные гаджеты. Также из недостатков может быть и отсутствие опыта. Не каждый день. То есть мы не изучаем эти знаки, мы знаем, берите дорогу, там то-то, то-то и то-то. И из-за своего незнания они не могут придумать что-то новое. Угрозы. Угрозы, так же, как и у наших палет, повторяются. Может быть, отказ от выполнения заданий. Я не умею рисовать, не буду рисовать. Такое может существовать. Или, например, недостаточная мотивация у наших учеников. Не хочу, не буду. Хорошо. Конкретные ситуации, да. Конкретные ситуации, да. То есть кто-то может быть лидерские позиции какие-то там, да, или теоретические. Хорошо. Спасибо. Какие-то из этих приемов можно абсолютно спокойно адаптировать в подшкольные предметы, вообще под нашу дисциплину, вот семинарские занятия. Я очень часто вот это все использую, например, есть файки, где педагоги преподают. И плюс ко всему это может быть очень неплохой способ организации внеклассной деятельности. То есть классные часы, информационные часы, потому что интерактив, потому что вовлечение, потому что они не пассивные слушатели, да, в этом отношении. Это очень здорово. Приемы в большинстве своем, они находятся у нас на сайте. У нас там есть такая рубрика координационного центра, называется «Цура назывательный Иисус». Очень много видео тематических, описаний конкретных приемов. И теперь еще переверните обратную страничку своих книжечек. Там есть тоже QR-код. Посмотрите, вот это материалы и наших проектов с учителями, и обучая продвигаемую действию. То есть это то, где вы можете еще больше... Оно все в открытом доступе. Оно все выложено у нас на сайте. Просто нужно знать, где, говорится, навигацию эту учитывать. Но, в принципе, мы можем абсолютно спокойно этим материалом воспользоваться. Ну и последняя лишенька на торте. Времени не очень много, но мы будем, так скажем, по диагонали. Я бы обещала урок. Урок, который полностью соответствует целям устойчивого развития, требованиям образования интересов устойчивого развития. Значит, смотрите. Если мы говорим про непосредственно характеристики урока либо содержание в соответствии с требованиями ООО. У вас это все тоже есть в вашей достатке. Цель. Создание пространства для формирования развития критического и системного периодического улучшения, коммуникативных навыков, навыков стратегической линии. Что это такое? Это наши компетенции, да? ОООО. Понятное дело, что в рамках одного по всему этого достичь нельзя, но мы вычленяем в зависимости от того, что и как работает. Следующий слайд 5. Теперь обратите внимание. Учебная ситуация строится нетрадиционным образом. Вот если вы начнете читать этот урок, вы увидите, что это урок в четвертом классе. Урок так называемый спаренный, где изучается смена суток. Ну, то есть, воздействие Луны и Солнца, как вращается Земля и так далее. Но способ предъявления информации необычен. Нужно создать рекламную кампанию. Мы не просто показываем детям, Телурию там, изображаем там, а это специальное устройство для того, чтобы показать, как вращается специальная система, как вращается Земля и меняется день, Солнце, чтобы понимать, как день и ночь сменяются. Как я уже говорила, больше, чем одно решение. То есть, не может быть одного правильного варианта. Это вот характеристика просто ключевая. Требования. Как правило, вы сказали, что с урока дети должны быть с каким-то продуктом. То есть, вот мини-проект, модель, алгоритм и так далее. Задание предполагает работу в группе. Вот там вы увидите, что есть очень четко прописано, что они должны делать, как. И вот этот процесс моделирования, он является основным блоком занятия. Времени недостаточно, поэтому испаренный два урока предлагается для его реализации. И, обратите внимание, задание должно ориентировать учащихся на самостоятельных мыслей. То есть, не учитель и не учебник, где описано, как происходит смена дня и ночи. А дети сами, наблюдая за вот этим вращением Земли, этой тени и так далее, они должны каким-то образом вывести это понимание. Помните один из принципов? Обучение путем открытий. Вот это открытие они должны сделать самостоятельным. На что стоит обратить внимание? Во-первых, детей нужно замотивировать. Мотивируем необычным подходом и заданием, которое предлагается. Не стандарт. Раз. Даже это слово за волшебные ателлурии вызывает у них интерес. Я не начинаю пытаться разобраться, что такое, как это работает. Создание вызова. Вы не просто должны узнать, что это. Вы должны рекламную компанию разработать, понимаете? То есть, вы должны привлечь, увлечь. То есть, вот здесь посыл такой, ну, нетрадиционный. И это, как правило, действительно очень такой вот хороший мотивационный толчок для детей. Вариативность выбора. Мы можем наблюдать и описывать. Мы можем ниточкой там чего-то обвязывать этот зимой шар, этот глокус и смотреть. Мы можем линейками нереть. То есть, вот, пожалуйста, полностью инструментарий. Что хотите, делайте. Ваша задача. Объясните, как это все происходит. Учитель выступает только в роли наблюдателя. Ну, и корректирует. Потому что мы понимаем прекрасно, что если есть дети с более низким уровнем обученности, то им нужна постоянная, особенно начальная школа, постоянная коррекция. Отсутствие алгоритмов. Вот о чем я вам говорю. То есть, нет бушанного права, грела, да. Делайте сами. Наличие нескольких правильных решений. Вот, опять, да. Привлечение знаний из разных областей веждисциплинарности. Здесь мы рисуем, здесь мы измеряем, здесь мы комментарим, здесь мы учебник используем. И, возможно, гуглим отсюда информационная компетенция уже. Групповое взаимодействие, разработка собственного продукта. И, обратите внимание, формируемые навыки должны быть видимыми. То есть, на этапе презентации они должны презентовать по рекламной компании. Они должны ее, понимаете, вербализировать. Они должны понимать, как, при помощи каких средств языковых это представить, чтобы это зацепило, чтобы это ярко, чтобы это соответствовало понятию того, о чем угодно. Ну, и эти, они могут развиваться и выполнять. То есть, никто не говорит, что у вас есть определенные рамки. Вы можете отца не просто спокойно проходить. Возможно, дорабатывать как-то какое-то качественное превращение. То есть, урок превращается, давайте, от проекта в такую открытую лабораторию. Сложность первая заключается в том, что учителю нужно спроектировать все это заранее. Со всеми темы рисками, проектами и так далее. У нас пока нет. Но в современной школе европейской, например, есть еще такие люди, как помощники учителя. Знаете ли, вот и в Китае тоже, да? То есть, как раз на это и рассчитано, что вот такие спаренные уроки творческого характера, они не могут быть реализованы одним человеком. И я вам объясню еще почему. Потому что, если говорить в идеальном, то для каждого, при каждом учителе на таком уроке, для того, чтобы учителя организовать деятельность. Мы же должны их оценить. Поэтому, в ходе всего урока, сейчас на экран я вам выведу это все. У учителя есть риск мониторинга с конкретными критериями, которые вы принимаете во внимание для того, чтобы оценить и понять, что же я должен отслеживать и в чем это качественное превращение. Итак, посмотрите. Первый блок – это включение в деятельность. Вот смотрите. Выделение известного и неизвестного. Это все то же, что я раздала вам, наверное. Я думаю, было бы время, мы бы опять обсуждали. Нет. Аналогии, проблемы, риски, стратегические вопросы. А задает и отвечает на вопрос у грамм групповой работы. Это то, что делает учитель. Ой, ребёнок. Учитель наблюдает. Как правило, это делается так. Выбирается один урок. Либо два, либо три. Такие уроки не могут быть. Вы стоите в журналах отметки, вы же понимаете. То есть выбирается несколько детей. И их поведение, их деятельность отслеживается. То есть учитель, вот это помощник. Учитель пользуется вот таким листом с конкретными критериями. А обратите внимание, они не количественные, они качественные. Тут нет границ, там, от трёх до пяти. Или от нуля до десяти. Если он говорит, пропал. Он отслеживает. А теперь, если мы с вами на эти же вещи посмотрим, то каждый из этих критериев, каждый, он как раз таки и направлен на формирование какой-то из компетенций, связанных с образованием интересов, устойчивого развития. Рандом. Проявляет терпимость, прислушивается к ней неоднократно. Согласитесь, в рамках по работе без этого не нужно. Это не что иное, как личностное развитие. Воспитательный потенциал в том числе. Определяет порядок действий, последовательность. Это компетенция комплексного решения проблем. С маленького. Я специально взяла чуть-чуть уплашу. На простом примере это показаться. Пробудет аналоги и так далее. Следующий блок. Участие в решении поставленной проблемой. И снова, как вы видите, у нас тут семь позиций. Аргументирует, объясняет, интерпретирует, анализирует. Полный спектр. Если мы опять с вами, в кран, свяжем с 8-ми нашими компетенциями, каждая из этих позиций, этих критериев четко соответствует одной из 8-ми компетенций. То есть они максимально прозрачны. У вас все это в разгадке есть. И последний блок. Это презентация результатов. Так что помните, мы с вами поговорили, что дети должны визуализировать результаты своей работы. На этом этапе, возможно, группа сразу. Возможно, кто-то один. Возможно, пара, так скажем, делегируемых товарищей. И мы снова наблюдаем. Насколько четко они это делают. Каким образом. Как они участвуют в распределении работы, берут ответственность. И вот опять каждый из этих критериев он четко взаимосвязан с одной из 8-ми компетенций в контексте образования и интересов. Вот такой системы очень сложной, требующей большой подготовки. Давайте сразу, честно говоря. Очень хорошо. Но на самом деле у нас в стране есть целая группа людей, которые уже 5 лет в этом контексте работают. Это программа «Учитель для Беларуси», которая реализуется вместе с Сбербанком. Эта идея пришла из России. У нас, кстати, пятый набор, он у нас уже есть. Они системно проводят эти семинары, приезжают. Более того, это сельские школы. Это принцип ключевой. Сельские школы. То есть это не развитые гимназии и лицей, там, региональные. И они по этой системе очень четко работают. Ну и в заключение, чтобы я не, так скажем, не загружала вас полностью, есть три способа, ну вот, доступные для нас, абсолютно свободно находящиеся в свободном доступе. Теперь их можно скачать, если вам интересно. Все они были написаны как раз-таки под эгидой этой программы «Учитель для России» а-ля «Учитель для Беларуси». Изначально у этого проекта, из СОПО, стояла высшая школа экономики. Знаете вы, это учреждение образования. Это был флагом российской системы. Значит, у них вышло два. Сайт называется «Будущая.ру». Просто запомните его, и там все найдете. Первое – образование для сложного общества, где все эти специфические характеристики очень четко представлены. И в развитии глобальных проблем, и в социальных ситуациях. Ну, за исключением последних лет. Книга была написана, по-моему, в 19-м, 20-м, где там, наверное, выпишет. Поэтому многие вещи уже, так скажем, реальной жизни Российской Федерации последних лет, они, конечно, здесь еще отражение не нашли. Но, тем не менее, концептуально она очень правильная такая, знаете, с привязками и приемами как раз в контексте методики. Второе – навыки 21-го века в российской школе для педагогов и родителей. Тоже очень интересно. С большим количеством приемов, примеров, объяснений. И последнее урок – компетенция 4К, формирование и оценка на уроки. Вот этот урок я взяла урок, где прямо пошагово прописана вся технология. Таких уроков там, наверное, уже 15. В зависимости от тематики и возраста детей. С конкретным анализом, как предварительный, так и после, так называемый, уже реализационный период. Поэтому, если у вас интерес к этому все же возникнет, то вы поймете, что нужно каким-то образом где-то что-то почитать. Я честно вам скажу, я очень активно эти все приемы, все эти вещи использую на семинарских занятиях, работая со студентами. Неважно, какую тему я с ними изучаю, я просто в самой форме адаптирую. Содержание мы можем подложить под любой контент, который мы обсуждаем на семинарском тексте. То есть, такого, как отвечаем, там, содержание лекции и так далее, они не бывают в принципе, потому что они без конца в гумыниках, они говорят, в очередной раз сходили в банк. Это чаще иногда не совсем правильно для студентов, но привыкают. После третьего семинара понимают, что иначе не бывают. Но в любом случае, это совершенно другой формат, который меняет. Понимаете, они, мы сами говорят, вы ломаете то, что в голове какой-то форматный образ. Наверное, в этом и есть самое главное преимущество нашего, готовящего будущих учацевых людей, для того, чтобы сломать эти стриотипы и посмотреть, возможно, на привычные вещи, совершенно под другим углом. Если у вас есть вопросы, вы должны ответить. Я не разобрался, а что должны рекламировать эти ученики? Посмотрите, здесь концепт вы просто еще не видите. Посмотрите, представьте, что вы работаете рекламным агентством, которое занимается космическими путешествиями. У вас есть данные о разных планетах, на которых совершаются космические и туристические полегии. Вам нужно составить рекламу по двойной планет для туристов. И дальше, про это смотреть. В рекламе нужно указывать, как, что, когда. Это задание творческая операция, которая не просто указывает нам то, что они должны узнать. Они должны сделать это и сделать нестандартно. Это, конечно. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Затем есть уже. Я не знаю. Для этого стола. То есть группа учащихся, или студентов, ходит по очереди в 4 этих помещения и начинает обсуждать какую-то проблему. И на одном большом листе, неважно, почему кафе называется, потому что это может быть использование скатерти, то есть белый стол. Они начинают записывать свои идеи. У них есть фиксированная века, например, 10 минут мы с вами обсудили, зафиксировали ваши позиции. Я осталась за этим столом, мы пошли к следующему гидратору, ко мне приходит следующая внука. Анализируют то, что наработано было предыдущей, мы добавляем свои идеи и видения, каким-то образом систематизируют, разводят. Через 10 минут происходит, и таким образом через мой стол, как модератор, должны пройти все участники, не повторяясь. И, понимаете, задача модератора заключается в том, чтобы максимально вытащить потенциал учащихся. Потом все это начинает анализироваться. То есть все 400 части, так скажем, выводятся на общие трамки, либо на общее обозрение, начинают выделяться в системном подходе общие идеи, либо сходство, либо отличие, рациональное зерно, и на выходе формулируются какие-то выводы. Вот это именно там описывается оригинальный прием мирового кафе. Как это интерпретируют наши студенты и преподаватели, это уже второй вопрос. Но вот это я вам честно, я впервые этот прием сама на себе спробовала в офисе корпорации Google в 2011 году, где я сдала на экзамен на получение преподавателя, ну, сертификата Google технологии преподавателя международного класса. Вот там, прям в офисе огромное, нас возили по этим локациям, и их специалисты с нами работали. Там нас было 80 человек со всего СНД. Вот когда-то еще, будучи вообще учителем обычной школы, я прошла этот отбор и попала. То есть с 11-го года. Потом я уже это много-много раз видела, ну, на разных формулах. Но из-за того, что формат не наш, не приемлемый, ну, как не выросший у нас, я бы так сказала, да, не родной, он, конечно, из-за опять-таки трудностей перевода, возможностей реализации. Знаете, вот нет у меня четырех аудиторий, где я водила студентов. Поэтому я буду дешево и сертификата как-то пытаться подстроить по своим условиям. Поэтому он немножко трансформировался, превращался в уже какое-то другое. Потому что когда это, вот, например, вот это нельзя назвать мировым кафе. Это просто групповая работа. У вас у каждого была одна задача. Здесь нужно непосредственно, вот априори, изолировать каждую. То есть, каждый микрофон не должна знать, что говорят в другое. Да. Они могут знакомиться с наработками уже потом и должны дорабатывать, как бы, общее содержание. То есть, они, ну, что, они по общей проблематике. Да, обычно, обычно, это может варьироваться, но обычно это должна быть одна проблематика. Единственное, что, вот, например, если бы я входила в формате мирового кафе, то, например, тот же свод-анализ, свод-анализ был бы таким образом, что одна группа работает только над предыдущими, вторая только над предоставками, третья над возможностями, четвертая над близкими. То есть, они не должны в каждой группе, с каждым модератором повторять одно и то же. Они должны изменять. Но, да, так скажем, при, ну, вот это качественное приращение группы модераторов должен быть. И потом это все отсудилось. Раз мы завели речь о технологии мирового кафе, то всей нашей группе еще предстоит познакомиться с этой технологией на факультете начального образования в 2024 году. Продолжение с мира. Это очень. Нам предстоит ее реализацию в нашей школе. Спасибо. Спасибо.